Здравствуйте, это Укрлая в Людмилове Мире, и мы продолжаем наши эфиры. Мы очень рады, что сегодня с вами на связи директор программы «Северная Америка», Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев. Мы очень рады его видеть. Александр, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Здравствуйте, рад быть у вас на эфире. Спасибо. Александр, ну, очень острая возникла необходимость поговорить с вами сегодня о некоторых вещах, которые происходят в Америке, поговорить в деталях, потому что всякие события в Америке происходят интересные. Но давайте начнем, наверное, с южной границы, потому что буквально несколько дней назад многие средства массовой информации неамериканские, я подчеркиваю, неамериканские, просто очень активно заговорили о том, что в Америке чуть ли не начинается гражданская война, и чуть ли не штат Техас объявил, я не знаю, войну в Вашингтон. Я мгновенно зашла на ключевые американские сайты, на сайты ключевых американских изданий, и, к сожалению, там первым пунктом нигде эта информация не значилась. И в этом смысле очень интересно, то ли у нас слишком перегнули эту информацию, то ли у них как-то недоработали. Поэтому давайте с этого и начнем. Расскажите, пожалуйста, что произошло в Техасе, и на самом деле помогите нам разобраться в деталях, если можно, а не общее такое понимание эмоциональное. Нужно начать с того, что пока что, хотя гражданская война действительно теперь на языке у всех, даже в Америке очень многие говорят о том, что угроза развития этого конфликта, этого противостояния действительно есть, но все-таки пока что о ней говорить рано. Потому что нужно понимать, откуда начался этот конфликт. Конфликт начался с точки зрения глобальной, сущего пустяка. Техас, видя угрозу мигрантов, видя приближение больших миграционных волн к Техасу, захотел поставить свои собственные заграждения. Дополнительно к тем, которые были поставлены федеральными агентами, было принято решение добавить несколько рядов колючей проволоки. И, соответственно, это стало нарушением той стратегии федеральной защиты границы, которая использовалась до этого. И решением Верховного Суда Соединенных Штатов Техасу было приказано убрать эти дополнительные заграждения и убрать свою национальную гвардию от границы, где эта нацгвардия как раз должна была заменить федеральных силовиков. Техас не согласился с этим решением. И, соответственно, с полномочиями чрезвычайного положения, которое было введено губернатором Эбботом, он направил на границу еще больше национальной гвардии. Он укрепил те позиции, которые были созданы техасскими нацгвардейцами. И он не пускает прямо сейчас в штат Техас федеральных приграничных агентов, которые должны как раз контролировать поток мигрантов. То есть не идет речь о том, что Техас хочет отделяться от Соединенных Штатов. Ну и плюс тут нужно сказать, что такого права у него конституционно нет. Что бы там ни говорили поклонники техасской независимости, но у них нет права в соответствии с Конституцией, даже в соответствии с договором про аннексию штата Техас, они не имеют законодательного права самовольно отделяться от Соединенных Штатов Америки. Позицию Техаса по укреплению границы, и подчеркну, именно по укреплению защиты границы, а не по отделению от Союза или чему бы то ни было, поддержали еще 25 губернаторов-республиканцев, большинство из которых вообще далеки от южной границы. Но они поддержали саму идею того, что Техас имеет полное право защищать свою границу сам, что Техас имеет право не соглашаться с решением федеральных властей, и Техас имеет право с помощью своей национальной гвардии контролировать границу. И пока что вопрос идет только вот в этом разрезе. Конечно, у нас есть Марджори Тейлор Грин, та самая активная трампистка, которая опять заявила о том, что а вот я когда-то предлагала документы о национальном разводе, что, дескать, демократические штаты, республиканские штаты должны существовать в двух разных правовых реалиях, и вообще должно быть две страны Соединенные Штаты Америки, демократическая и республиканская. Но, извините, слушать Марджори Тейлор Грин – это себе же дороже. Поэтому на самом деле кризис есть, есть юридическое и фактически приграничное противостояние штата Техас федеральным властям, но говорить о том, что это начало гражданской войны, ну, это немножко перебор. Вот очень интересно, я тоже готовилась, когда к интервью с вами прочла, что губернатор Техаса Эппот сослался на право штатов на самооборону, прописанной в Конституции Техаса 1876 года. Вы тоже вспомнили несколько об этом. Вот действительно ли многие штаты, опираясь на Конституцию, которая, я так понимаю, в любом случае является главным в законной стране, они имеют законное право действовать так, как они действуют, и в этом смысле придется договариваться и федеральным властям, и Байдену. И ситуация на самом деле не такая линейная, как казалось бы, да? Да, но тут надо сказать, что он ссылается не на Конституцию США, а на Конституцию штата Техас, которая дает штату Техас право на самооборону. То есть, ранее, чем среагируют федеральные войска, условно говоря, Национальная гвардия штата Техас имеет право начать само действие по защите своей национального сомеритета, границы и так далее. И, ну, в принципе, ссылка на эту статью абсолютно правильная. То есть, в результате того, как вы поймете, как появлялся Техас, появлялся он в войне за свою независимость против Мексики, появлялся он как воюющий агрессивный штат, то, соответственно, такое положение действительно должно быть в его Конституции. Является ли оно достаточным правовым основополаганием для того, чтобы сейчас перечить федеральным органам власти? На этот вопрос ответа нет ни у кого из американских юристов вот уже последние 200 лет. Потому что вопрос соотношения федеральной власти, точнее, власти федеральных органов власти и власти на уровне штата, это то, что постоянно занимает всех государственных юристов американских, это то, что не могут решить никакие постановления Верховного Суда, потому что, так или иначе, они часто контраверсионные, они часто взаимоисключающие, они часто меняются. Поэтому, да, ситуацию можно истолковывать и таким образом. Но является ли это, скажем, самообороной от федеральных властей? Является ли это самообороной от потенциального наступления американской армии? Ну, пока что об этом разговора нет. Пока что разговор идет о том, что Техас действительно хочет больше полномочий. Он хочет установить новую норму взаимоотношений с Вашингтоном, что каждый приграничный штат должен иметь право сам обеспечивать себе безопасность границы. Что, условно, Аризона, Колорадо, Невада, Техас тот же, Калифорния, должны сами решать, какая у нас будет приграничная политика, сколько мы принимаем мигрантов, как мы их принимаем, какие документы нам необходимы и так далее. Это один из вариантов решения приграничного кризиса, которые предлагались еще в нулевые годы. То есть в этом нет ничего нового? Это тоже очень важный и интересный момент. Абсолютно. То есть вопрос границы, он всегда присутствует. Он присутствует в Америке еще, по сути, с первых лет существования Соединенных Штатов Америки, ну тогда с северноамериканских Соединенных Штатов, потому что граница постоянно двигалась, граница постоянно была неурегулированная. Постоянно вставал вопрос, а что считать границей, а как штаты должны ее контролировать, а нужно ли ее контролировать. Новую важность этот вопрос обрел как раз после войн с Мексикой в 40-х годах 19 века. Ну и с того момента какого-то адекватного решения этого вопроса нет. Ну для контекста нужно сказать, что есть 16 агентств, которые в той или иной мере контролируют границу, которые должны следить за потоком мигрантов, которые должны следить за состоянием границы, за экологическим состоянием границы и так далее и то подобное. То есть есть 16 агентств, 16 бюджетов, соответственно. Кроме того, деньги на границу выделяются в федеральном бюджете, они выделяются в военном бюджете, они выделяются в бюджете каждого отдельного штата. И поэтому говорить о том, что существует какая-то адекватная всеобъемлющая система контроля за границей, но это будет чересчур. Скажем, в некоторых штатах, чтобы попасть в США с юга, необходимо пройти несколько таможен. То есть общую таможню, экономическую таможню, таможню по проверке документов миграционной составляющей, потом таможню экологическую, потом внутреннюю таможню штата и так далее. То есть ситуация абсолютно хаотическая. И это, кстати, немножко забегая наперед, это одна из причин, почему Трамп с его идеей «мы просто построим стену» стал максимально популярен. Потому что у кого есть время разбираться в соотношении, взаимонакладывании, полномочии вот этих 16 агенций, и у кого есть время разбираться, а как в каждом конкретном штате каждый конкретный пункт пропуска будет работать. Нет, давайте мы просто построим стену и все будет отлично. Как говорил Трамп, ну вот у вас же дома есть стена, ну к вам дома кто-то заходит просто так? Нет. Ветер задувает? Нет. Ну так значит стены работают. Вот все, о чем мы сейчас говорим, случилось несколько дней назад. Как сейчас развивается ситуация? Достигает ли? Ну вот если просто заходить и читать обычные новости в Америке, ну там как-то это совершенно не на первую страницу, да? Это выглядит просто как рядовая какая-то история. Вот как вы оцениваете, насколько тут идет процесс эскалации или наоборот это воспринимается как нормальная ситуация? Идут какие-то переговоры, попытки найти какое-то решение. Как сейчас это выглядит через несколько дней? На счастье, к счастью для нас обострение, которое обещали не произошло. Как мы знаем, логика таких кризисов это очень быстрое развитие ситуации. То есть условно говоря, Техас объявляет о закрытии границы, Техас объявляет о решении выйти из союза, Техас объявляет о создании собственных комиссий и так далее и тому подобное. Но в нашем случае это действительно перешло в формат дискуссии. То есть хорошо, вот у вас есть обеспокоенность. Байден сказал, что мы будем пресекать любые попытки противозаконных действий, но он ведь не сказал, что требования Техаса о более защищенной границе являются противозаконными. Это абсолютно нормальное, адекватное требование людей, которые живут в приграничных регионах. Потому что, не знаю, так стали планеты или звезды так построились, но прямо сейчас границы США, как раз в разгар этих дебатов подошло три больших так называемых каравана беженцев суммарно на 120 тысяч человек. Ну то есть лучшего момента просто невозможно было избрать для этого кризиса. И параллельно мы видим, что никак не могут утвердить бюджет для охраны границы. И поэтому, да, обеспокоенность Техаса абсолютно понятна. И теперь идет обсуждение со стороны юристов. Юристы обсуждают, насколько правомерно, насколько можно, каким именно путем можно передать Техасу эти полномочия. То есть это решение Верховного Суда, это решение Конгресса, это исполнительный акт президента, скажем. То есть сейчас идут скорее дискуссии о том, как все-таки усилить контроль за границей, а не о том, а вот как утереть нос Вашингтону или там как призвать Даллас к ответу. То есть вопрос ставится не так, как хотелось бы, скажем, Москве или Пекину. Теперь, если можно, Александр, помогите нам разобраться, что происходит с этими мигрантами. Потому что, ну, это очень интересная история, создается такое впечатление, что какое-то огромное количество мигрантов просто идут неконтролируемо в Америку. Они там, их там никто, грубо говоря, не проверяет как-то на границе, не останавливает. Просто, я не знаю, что там спрашивают, и всех пускают. Вот. И затем начинают как бы там прояснять, кто эти люди, и понимают, что потом дальше с ними делать. Если вот так, ну, посмотреть, почитать, как это выглядит, то выглядит это как-то вот совсем очень прозаично и линейно, и слишком просто. Потому что как-то неожиданно, чтобы такая страна, как Америка, не имела своей такой, ну, какой-то границы. Я просто себе представила, что то же самое, например, было бы в отношении стран Европейского Союза, любой стран, да, или просто границы Европейского Союза. Ну, так бы, наверное, не происходило, но и так бы в отношении украинской границы не происходит. И в этом смысле, есть ли здесь какая-то особенность? Действительно ли это так, или здесь слишком много наслоений, слишком много слуха вокруг этого? Ну, слухов действительно много. Действительно много есть тех, кто разбывает эту тему и делает ее максимально провокационной, максимально антиамериканской. Но, в целом, ситуация выглядит следующим образом. Нам нужно понимать вообще контекст того, какие люди идут в США. Из всех мигрантов, которые попадают через южную границу в Соединенные Штаты Америки, вот нелегалами в классическом понимании, то есть теми, кто там ночью тайно как-то через реки, через какие-то заграждения пытается перебраться в Соединенные Штаты, таких около 10%. И то это сейчас в кризисный год. Обычно это не более 5-7%. Огромное количество мигрантов является просто полноправными членами семей людей, которые живут в Америке. Или трудовыми мигрантами, или мигрантами академическими, то есть которые едут на обучение. У них есть визы, у них есть все. Но, соответственно, их просто очень много. Это создает определенную нагрузку на систему. Самая большая группа мигрантов, которые как раз и создают сейчас вот эту нагрузку и проблему, это так называемые undocumented migrants. То есть мигранты, которые приходят и либо у них нет документов, но они хотят попасть в Соединенные Штаты, для этого есть отдельные процедуры, и как их можно оформить, как они могут получить там прописку, как они могут получить право на работу и так далее. И огромная группа этих undocumented migrants, они просят убежище, потому что нам нужно понимать, что проблема наркокартелей, проблема криминальных банк в Центральной Америке, особенно в Эль-Сальвадоре, Гондурасе, Гватемале, она обретает просто гигантских масштабов. Что же там говорить, если в той же Мексике почти 15% территории Мексики не контролируется центральной властью, а контролируется картелями. Скажем, у самого крупного картеля, собственная армия картеля составляет 15 тысяч человек при почти 10 бронетранспортерах с несколькими боевыми вертолетами и даже с танком. Ну то есть нам нужно понимать, что постоянно идет большой поток людей, которые скрываются от этого насилия. До сих пор страны Центральной Америки, они в первой пятерке стран по количеству людей, которые были убиты с использованием огнестрельного оружия. Несмотря на то, что у них нет войны, несмотря на то, что официально сейчас такой активной борьбы с наркокартелями нет, но все равно насилие достигает гигантских масштабов. И вот люди действительно семьями или отдельно детей отправляют, просто чтобы они выжили. Соответственно, Штаты, как мировой гегемон, как оплот демократии, они именно у Штатов и ищут этого убежища. И вот тут начинаются проблемы. Проблема не столько в том, что эти люди там врываются на американские пропускные пункты, просто массой их давят, потом врываются в города, начинают там грабить и что-то такое. Хотя трамписты показывают это именно так. Проблема в том, что есть несколько десятков до сотни пунктов пропуска. И есть сотни тысяч людей, которые каждый день есть на границе. Некоторые из них понимают, как работает пропускная система и пытаются все сделать правильно. Некоторые из них пытаются прорваться. Некоторые из них пытаются пройти через несанкционированные пункты пропуска. Некоторые пытаются какими-то другими огульными путями попасть в Соединенные Штаты. Но всех этих людей нужно зарегистрировать, всех их нужно вписать. Их всех нужно найти, им нужно предоставить какую-то базовую гуманитарную помощь. А самое сложное, их нужно проверить. То есть откуда мы знаем, что человек, который скрывается от картеля, не является сам представителем картеля? Откуда мы знаем, что его история правдива? Вот он говорит, у него есть родственники. Хорошо, нужно с ними связаться. Нужно ставить контакты с администрацией в Мексике. Нужно уточнить про него данные. И вот представьте себе, это в объеме сотен тысяч человек каждый день на протяжении нескольких лет. А параллельно еще миллионы людей двигаются просто туда-сюда на работу, с работы, в отпуска, на учебу и так далее. То есть нагрузка абсолютно несоразмерна тому, сколько этому определяется внимание. То есть проблема есть. Проблема гигантская. Но она не в том, что просто бесконтрольные какие-то мигранты забегают, занося наркотики и грабя приграничные поселения, как какие-то кабальеры с древности. Проблема в том, что просто система не справляется с наплывом людей, которым нужна помощь. Не справляется с наплывом всех проверок, которые она должна провести. Отсюда появилась вот эта штука с разделением семей. Когда, как мы видели все эти кадры, как детей буквально в клетках по несколько дней держат на приграничных пунктах. Отсюда появилось много душераздирающих историков, людей, которым действительно нужна была помощь. Из-за ошибки в документации или из-за того, что это 42-е судебное заседание за день для какого-то маленького суда в приграничном городе. Этих людей депортируют в Мексику и там их убивают через несколько дней. То есть система не справляется. И отсюда, соответственно, все эти проблемы и все разговоры о том, что необходимо больше контроля, необходимо больше защиты на границе. Вот из всех этих переговоров, которые сейчас ведутся в Сенате, я так понимаю, что в Палате представителей эти переговоры пока не ведутся на должном уровне. Но исходя из тех переговоров, которые ведутся в Сенате, то поступают какие-то звоночки такие оптимистичные, что что-то удается решить в этом опросе и куда-то продвинуться. Но несмотря на это, спикер Палаты представителей буквально вчера заявил, что что бы там в Сенате не решили, ничего там в Палате представителей это не пройдет. Считаете ли вы, что это открытый саботаж или на самом деле это просто попытка зануриться в проблему? Или может быть это какой-то политический контекст? Бесспорно, это политический контекст, мы понимаем. Но тем не менее, любой политический контекст имеет какую-то свою грань в любом случае, наверное. То есть есть то, что уже так называемые красные линии, которые уже никто не захочет переступать. И в этом смысле, как вы считаете, тут могут, простите, развиваться события? На самом деле вопрос очень сложный, потому что тут слишком много политизированности. С точки зрения адекватного планирования мы понимаем, что до конца февраля нужно решить вопрос и с финансированием границы, и решить вопрос с финансированием союзников. То есть Украина, Израиль, Тайвань. Почему? Потому что в том числе до конца февраля нужно принять федеральный бюджет. Вот это уже четвертое продление бюджета, уже дальше продлевать некуда. Потому что если снова не будет принят федеральный бюджет, это угрожает стокфляции для всей американской биржевой системы. А если начинают страдать американские биржи, соответственно, страдает весь западный экономический мир, соответственно, это гигантский удар по всей западной экономике. А этого допустить как бы американцы не могут себе. Потому что это в первую очередь дает возможность Китаю, России, Ирану и всем остальным обогатиться и как-то использовать слабость Америки в первую очередь в экономическом плане. Поэтому по-нормальному все эти вопросы должны были бы быть решены на протяжении февраля. Но мы видим позицию Дональда Трампа. Позиция Дональда Трампа в том, чтобы тянуть этот вопрос максимально долго, вплоть до выборов, если это будет возможно. По одной простой причине. Трамп понимает, что он политик, который в первую очередь ассоциируется с миграцией. Который в первую очередь ассоциируется с жесткой, сильной позицией по южной границе. Потому что именно Трамп, несмотря на то, что, кстати, именно в его президентстве начался новый кризис миграционной волны. Потому что главным президентом, который построил, кстати, 60% приграничной стены и выслал наибольшее количество мигрантов, около 2,5 миллионов только в первый срок, был, как удивительно, Обама. То есть Обама действовал по границе намного жестче Трампа. Просто он особо про это не кричал. Он же либеральный президент, он инклюзивный, он за все хорошее. Но это не означает, что южную границу мы держать не будем. Трамп решил капитализировать на этом, достроить остаточные 40% стены, что у него не получилось. Но он тему миграции взял себе на знамена и идет с ней вот уже на протяжении почти 8 лет. И поэтому план Трампа, как нам уже видно из разговоров его политтехнологов, из того, что он сам заявляет, план Трампа в том, чтобы максимально утопить Байдена в проблеме миграции и сделать все возможное, чтобы у Байдена не было возможности принять вот этот биль по миграции, принять какие-либо законопроекты, финансирование и так далее. И таким образом, зная, что Майк Джонсон, этот человек, если не подконтрольный Трампу, то как минимум человек, который опирается на Трампа в принятии своих решений, ну скажем, перед каждым важным голосованием в Палате представителей и по федеральному бюджету, и по помощи Украине, и по приграничным вопросам, он звонил Трампу. Перед визитом Зеленского Майк Джонсон вообще поехал на два дня в Мар-А-Лага. Перед встречей с Байденом он также созвонился. Мар-А-Лага, чтобы встретиться с Трампом. Да. То есть, ну как бы мы видим прямую зависимость спикера Палаты представителей от Трампа, от его политики, от его мнений. И поэтому можем четко сказать, что да, тут есть все-таки аспект вот этой политизированности. И несмотря на то, что с точки зрения рациональности, трампистам невыгодно дальше февраля тянуть этот вопрос, ну потому что всем уже абсолютно очевидно, кто затягивает принятие федерального бюджета. И почему это происходит. И, соответственно, они не смогут это уже повесить на демократов. Они не смогут постоянно во всем обвинять демократов, когда вопрос стоит таким образом, что из-за трампистов страдает экономика США. Из-за трампистов никто не может нормально инвестировать. Из-за трампистов не может нормально работать страховая система США. Дальше февраля они будут это делать уже себе в убыток. И несмотря на эту рациональность, несмотря на это понимание, у нас есть Трамп. Трамп, который постоянно толкает спикера Джонсона к новым провокациям, к новому шантажу и к тому, чтобы заваливать это голосование. То есть, подсуммируя, несмотря на то, что все-таки до конца февраля все должно решиться, потому что это выгодно самим трампистам, это выгодно республиканцам, Трамп настаивает на абсолютно другом подходе. Но здесь есть один нюанс. Я так понимаю, что никто еще не отменял важность колеблющихся штатов. И в этом смысле, я думаю, что для Трампа они очень важны. И существует ли угроза передавить для Трампа и его сторонника, его политехнологов, его штаба, все-таки передавить ситуацию, когда люди в колеблющихся штатах скажут, ну, подождите, как бы мигранты – это одна история, а как же принятие бюджета и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, есть ли здесь этот момент и насколько он важен? Этот момент тут действительно есть. Это как раз то, о чем мы с вами говорили, что да, проблема границы, она чрезвычайно важна, да, проблема безопасности на границе с Мексикой – это то, что волнует большинство американцев, но есть какие-то общие требования рынка. И требования рынка в первую очередь – это стабильность. А стабильность может быть обеспечена только в том случае, если есть федеральный бюджет, который позволяет как бы планировать, который позволяет нормально проводить инвестиционную политику, депозитную политику, выплаты федеральные большого масштаба, и который в первую очередь показывает большим промышленным игрокам, что мы знаем, чего ожидать. Да, например, там инфляция большая, окей, но мы знаем, что у нас будут деньги, мы знаем, что власть продолжает работать, мы знаем, что правительство не упадет, мы знаем, что бюджет работает. Этой уверенности пока что республиканцы населению не дают, но что самое важное, они не дают этой уверенности своим ключевым донорам, большим промышленным корпорациям, в том числе и военно-промышленному комплексу, потому что принятие федерального бюджета – это не только инвестиции, страхование и так далее, это еще и правительственные заказы. А, скажем, для сталелитейной промышленности, автомобильной, военной промышленности в первую голову, правительственные заказы – это их хлеб насущий, это то, что их держит на плаву. Но, скажем, та же помощь Украине только за прошлый год помогла Лохид Мартин нарастить дополнительные 60 тысяч рабочих мест. То есть без федерального бюджета, без помощи Украины, без нормальной прогнозированной финансовой политики, эти компании просто не выживут нормально в этом году, они понесут гигантские убытки. И, опять-таки, повторюсь, республиканцы не смогут в этом обвинить демократов, потому что демократы уже пошли на уступки. Байден четко сказал, он готов дать больше денег на защиту границы. Пока что разговор идет о том, что к 14 миллиардам, которые были до этого, добавятся еще 5. Байден четко сказал, что он готов оставить те законопроекты, то законодательство, которое сейчас действует. И готов даже пойти на уступки и согласиться на что-то новое. Он четко сигнализирует, что он хочет этой сделки. И единственный, кто эту сделку постоянно срывает, это как раз трамписты. Причем, и почему я говорю трамписты, а не республиканцы, потому что тот же Митч МакКоннелл, который консервативный республиканец, те же консервативные республиканцы в Палате представителей, они четко говорят, что да, мы видим прогресс, да, мы видим возможность заключения сделки. И тут выходит Майк Джонсон и говорит, что нет, ничего невозможно, переписывайте. Ну, то есть, как тут можно не понять, кто на самом деле виноват в непродлении бюджета и в нерешенности южной границы. Александр, вот вы очень интересно сказали о том, что некоторые компании значительно увеличили количество рабочих мест. Вот эти заводы, они преимущественно находятся в демократических или в республиканских штатах? То есть, в чьих интересах это? Я сразу же тут расширю несколько вопросов, да, потому что очень многие говорят, что вот Трамп, ну, скажет, что не нужно там производить столько оружия и помогать там Украине и Европе перевооружаться и так далее. Но, с другой стороны, Трамп очень прагматичный человек, и этого у него не отнять. И в этом смысле, если эти заказы, в том числе на ВПК американский, будут способствовать, ну, я не знаю, популяризации его же в этих республиканских штатах и не только, то вряд ли, наверное, он закроет вот эти заказы. Ну, то есть, вот насколько здесь это все, на самом деле, прагматичные вещи, а не только политическая риторика? Это как раз та единственная надежда на то, что Трамп в отношении Украины, если, не дай Боже, он станет президентом, что он будет адекватным. Потому что, вы абсолютно правильно сказали, Трамп, он прагматик, он бизнесмен. Это человек, который говорил, что внешняя политика должна служить только одной цели, и это повышение доходности американской экономики. Это тот человек, который готов был разорвать отношения со своими ближайшими европейскими партнерами, вести тарифы на всю их продукцию, которую только можно, ради чистой прибыли. Не ради отношений, не ради какого-то развития, просто ради прибыли. И в этом ключе как раз мы можем говорить о том, что да, в конце концов, республиканские доноры, республиканские спонсоры должны переубедить Трампа в том, что все-таки более оперативно принятый бюджет это намного высшая ценность и намного высшее благо, чем, скажем, долгие споры о границах. И то же самое касается помощи Украины. Вот то, что мы с вами говорили, ну, Локид Мартин, это штат Вирджиния. Вирджиния является республиканским штатом с незапамятных времен, и пока что, очевидно, будет таким оставаться. General Dynamics, самый большой поставщик компонентов для американского оружия, также находится в республиканском штате. General Motors, то же самое. Ну, то есть, все крупные военно-промышленные компании, они республиканские штаты, как минимум, это республиканские округи. И тут мы не должны забывать, что параллельно с президентскими выборами у нас проходят выборы в Конгресс. 100% палаты представителей и 35% сената должны быть сменены в ноябре этого года. То есть, на Трампа будут давить... Вместе с этими президентскими выборами. То есть, это будет совмещено. В тот же день, да, по сути. То есть, на Трампа будут давить не только промышленники и спонсоры на Трампа, будут давить его истеблишмент. На Трампа будут давить люди, которых, ну, есть абсолютно прямой интерес переизбраться. И если Трамп хочет нормально работать как президент, то ему нужен республиканский конгресс, который он может потерять, если не пойдет на определенные уступки. То есть, единственное, как вы видите в этом разборе, единственное, что мы не можем пропланировать, что мы не можем спрогнозировать, это сам Трамп. Он предсказуем в своей непредсказуемости. То есть, все очевидно адекватные нарративы, необходимости американской экономики, его собственной президентской компании указывают на то, что вот в ближайшей неделе нужно прийти к какому-то решению. Понимает ли он это? Я думаю, понимает. Но вот как он анализирует эту информацию, вот, к несчастью, этого нам понять не дано. Ну, Александр, и позвольте, последний вопрос. Вот недавно я это обсуждала с коллегами, когда окончательно, вот мы знаем, когда в Украине формируются окончательно списки кандидатов в президенты. Как это происходит в Америке? Давайте себе представим, что, ну, вот, состоялись праймарис, вот даже если выдвинуты кандидаты, все понятно уже, но вдруг что-то происходит, ну, все что угодно, да? То что тогда? Кандидаты заменяют следующие, или просто кандидат от партии выбывает, или есть ли как это прописано как-то? Потому что это ведь интересно, ну, по ряду причин. Вот, да. На самом деле это есть такая процедура, и кроме того, это сейчас основа для одной интересной конспирологии по поводу Байдена. Я думаю, нашим зрителям было бы интересно послушать. Смотрите, в случае, если после праймарис, когда Конгресс Республиканский, Конгресс Демократической партии, ну, с федерального уровня Конгресс, устанавливают, кто будет их кандидатом, кандидат еще может сняться. Ну, по причине, там, проблем со здоровьем, или по собственному желанию. В таком случае праймарис второй раз не проводятся, и нового кандидата выбирает Верховный Совет партии. То есть, словно говоря, партийные бонзы, которые управляют партийным Конгрессом, выбирают нового кандидата или среди своих, или среди каких-то ярких политиков своей партии. И, соответственно, есть вот такая интересная теория. Пока что это только на уровне журналистских, экспертных теорий, шуток, анекдотов, но все-таки она довольно рабочая. Сейчас, очевидно, демократам нужно объединяться вокруг Байдена. Он единственный кандидат, который имеет хоть какие-то шансы, он имеет какое-то реноме, его можно представить на праймарис, его знают на федеральном уровне. Другого, настолько же значимого кандидата на федеральном уровне у демократов нет. И они не могут рисковать, условно поддерживая там Роберта Кеннеди младшего, Мариан Вильямсон или кого-либо еще. И поэтому теория состоит в том, что Байден спокойно проходит все праймарис, выигрывает их с абсолютным отрывом и становится официальным кандидатом. И в средине лета, где-то под конец июля, он снимается с выборов по причине возраста, проблем со здоровьем. И в этот момент демократы выбирают нового кандидата. Кого-то моложе, активней, презентабельней, не такого скандального, не такого резкого, скажем. И, по сути, они своим избирателям говорят, ребята, у нас нет выбора. Мы объединяемся вокруг кандидата X просто потому, что он демократ. Тем более, вы его немножко знаете, вы его немножко помните. Мы не могли дать вам его выбирать, потому что вы бы за него не проголосовали, вы бы завалили ему карьеру, рейтинги, бла-бла-бла, вы бы поддержали Байдена. А вот теперь вот это желание дедушки Джо, давайте все-таки поддержим его, пусть он идет на покой, а мы берем вот этого кандидата. Такой вариант развития событий есть. В нем есть свои плюсы. Ну, скажем, Трампу абсолютно невозможно будет как-то поменять уже на средине свой нарратив и, возможно, у него повалится вся информационная стратегия. Республиканцам сложно будет спрогнозировать, что будет после решения Верховного суда. Они и так будут в хаосе всю кампанию, а демократы себя покажут сильными, стабильными, объединенными, то есть создадут себе дополнительный образ островца стабильности. Есть, конечно, свои минусы, что это не совсем демократично. То есть люди голосовали целый год на праймари, сходили, старались, выбирали, а тут вы нам подсовываете непонятно кого и думаете, что мы должны его сразу полюбить. Ну, то есть демократический избиратель, он все-таки очень чувствительен таким вопросом. Он очень сильно следит за тем, что делает эстеблишмент. И поэтому сработает ли такая схема? Неизвестно. Как и неизвестно, вообще прорабатывается ли она, потому что, ну, понятное дело, что все рассчитывают, что у Байдена все будет хорошо, но альтернативный сценарий тоже нужно не терять из виду. Александр, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень вам за это благодарны. Александр Краев был сегодня с нами на связи, за что мы вам страшно признательны. Конечно, благодарны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами.